Добрый день! К вашему вниманию весьма непростая задача даже для опытного водителя. По какой полосе может двигаться водитель желтого автомобиля в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. По любой полосе, только по крайней правой, по крайней правой и по средней полосам. Решайте задачу, а время пошло. Итак, приступаем к разбору задачи. Участники дорожного движения движутся в населенном пункте по дороге, на которой организовано реверсивное движение. Реверсивный светофор своей зеленой стрелкой разрешает движение по реверсивной полосе. Это значит, что для попутного движения у водителя желтого автомобиля есть аж три разрешенных полосы. Но вот какую из полос разрешено занять водителю желтого автомобиля в данной ситуации? Кроме знаков, светофоров и разметки, свои требования к водителям предъявляют полосы для движения. Разные требования к выбору разрешенной полосы устанавливают дороги в населенном пункте и за его пределами. В правилах дорожного движения сказано, что при движении в населенном пункте нам с вами разрешается использовать любую удобную полосу. Но даже в этом разрешении есть ряд ограничений. В частности, для движения в прямом направлении транспорта и средства, не способные развивать скорость более 40 км в час, должны использовать только крайнюю правую полосу. Грузовые автомобили, разрешенные максимальной массой более 2,5 тонн, могут заезжать на крайнюю левую полосу, когда их более двух, только в случаях перестроения перед поворотом налево или разворотом. Все остальные участники дорожного движения на крайнюю левую полосу, когда их три и более, могут заезжать при перестроении перед поворотом налево или разворотом, а также когда все полосы заняты, то есть при интенсивном движении. На данном участке поворотов налево не видно, дорога не загружена. Соответственно, несмотря на то, что реверсивная полоса разрешает движение в попутном направлении, использовать ее водитель желтого автомобиля в данной ситуации не имеет права. Он может двигаться по крайней правой или средней полосе. Если использовать реверсивную полосу для движения в прямом направлении, в данной ситуации ему запрещено правильный вариант ответа в этой задаче номер 3, ну как-то так. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и комментируйте. А я желаю вам удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!